Жители микрорайона Сахалин спасаются от большой воды. В 13 часов песочную дамбу, которую соорудили для защиты жилых домов от подтопления, прорвало. Все строения частного сектора оказались в воде, затоплены огороды и придомовые территории. За минувшие сутки вода прибыла на 6 сантиметров, достигнув отметки 568 сантиметров. Паводковая ситуация осложняется из-за сильного ветра, который поднимает волну и подмывает песочные укрепления. Подсыпка противопаводковых насыпей ведется постоянно. В районе Сахалина рабочие делали укрепление и в ночное время. В магазин и на работу теперь только на лодке. Жители Сахалина в очередной раз в зоне подтопления. Под водой огороды, гаражи, хозяйственные постройки. Еще вчера была надежда, что большой воды можно избежать. Но сильный ветер нагонял волну, которая и разбила песочную дамбу. Это видео сделала жительница дома 39 по переулку Сахалинский. Мария Павловна стояла на крыльце дома, когда песочную дамбу прорвало мощное течение. За считанные минуты вода заполнила двор и двинулась к другим домам. По словам Марии Карипановой, за 15 лет жизни на Сахалине не топила только два раза. Ежегодно дом оказывается в зоне подтопления. Песочные дамбы пропускают паводковые воды. Они слишком слабые и неустойчивые к сильному течению. А вот Зарема Коткина, еще один сторожил поселка, относится к наводнению философски. Говорит, большую воду надо просто переждать. На этой территории она неизбежна. До сих пор в памяти остались впечатления от наводнения в 1998 году, когда вода дошла до уровня заборов. Вода круто пошла. У нас даже на уровне со столом вода была. Ну и что делать-то? Тихонько-тихонько выходили, корову вывели, телят на лодке вывезли, телят домой завели там у хозяев одних. Ну и ничего, опять же прожили. Но только то, что все вымокло полностью, все разнесло по огороду. Ну и прожили, как говорится. На другой стороне дороги сдерживать течение пока удается. На протяжении трех дней у кооператива ЕРФ делают укрепление. Мешки с песком укладывают друг на друга по краю дороги. Работы ведутся даже ночью. Спасатели МЧС и сотрудники чистого города попеременно дежурят и следят за уровнем воды. По прогнозам синоптиков, рост уровня воды продолжится. Критические отметки возможны в выходные дни. Субтитры создавал DimaTorzok